Привет, народ! Хочу познакомить вас с агрессивной зверюгой, которая потенциально может поселиться у вас на EDC. Black Hawk Mark I Type E. А теперь сразу сходу о нюансах. Я вам много раз говорил о том, что разные ножи есть разного типа и они предназначены для разных вещей. Таким образом, нож, который предназначен для филе, он будет прекрасно справляться в филе, но батонить им не то чтобы прямо удовольствие. Вот этот нож позиционируется как боевой нож, как боевой тактический нож для выполнения боевой тактической задачи. Соответственно, такие задачи, как батонинг, как всякие лесные штуки, как EDC задачи в городе, он будет выполнять несколько нехорошо. И я хочу на этом сакцентировать, потому что большинство людей выбирает себе нож из его внешней харизмы. А харизма здесь есть. Я его прозвал агрессивной семечкой, потому что это действительно очень брутальная зубастая штуковина. Первое впечатление. Вид у него крайне агрессивный и заставляющий себя уважать. С первых минут ты понимаешь, что это не полочник, это не нож похвастаться перед пацанами. Это очень лихая штука, которая хочет что-то колоть. Как только ты берешь его в руку, я уже говорил о том, что у него форма семечки. Как только берешь его в руку, он складывается таким образом, что ты сразу чувствуешь упор под пальцы. Тебе сразу хочется что-нибудь ткнуть, попробовать, как ты себя чувствуешь именно на укол. Хочется попырять. Также сразу в глаза бросается стеклобой. Люблю стеклобои. И два больших упора для пальцев. Как уже сказал, хочется пырнуть, потому что ты вкладываешь руку и понимаешь, что он тебя тянет вперед. Вот очень харизматичная штука, очень. Я уверен, что большинство его продаж были не для боевых задач, а именно всю-то частную коллекцию или для каких-то лихих ADC-шников. Строборез с грамотными направляющими, с двумя лезвиями. Очень удобно перекусывать какие-нибудь стяжки, очень удобно перекусывать какие-нибудь веревки и можно даже попробовать провод. Флипует с некоторым усилием. Нужно к нему проявить агрессию. Возможно, это из-за того, что второпластовые шайбы, а не подшипники. Но, с другой стороны, если уже дошло дело до открывания этого ножа, то тут не до игрушек. Тут уже действительно агрессивное, уверенное движение. Это не вещь, чтобы им пощелкать на работе. Это вещь, чтобы увидел, достал, сработал. Также приятно бросается в глаза то, что он батон лок. Соответственно, с ним очень легко работать в перчатках. Это все очень удобно нащупывается в перчатках. Что лишний раз говорит о его военном предназначении. У меня нет военных задач, да и канал не об этом. То, что нож, очевидно, не подходит для лесных задач, я не буду ныть весь ролик. Я хочу сосредоточиться на том, какие классные были здесь сделаны дизайнерские решения и насколько он соответствует тому, ради чего создан. Давайте поговорим именно о дизайне. Удобство и дизайн. Начнем с формы рукоятки. Рукоятка всей своей формой говорит о том, что им нужно колоть. Это и подпальцевые выемки сзади, это и большие выборки спереди, препятствующие любому скользанию на лезвие. Также имеется вот такой вот порожек. Порожек очень сильно чувствуется, что в перчатке, что голыми руками. И батон лок под большой палец, который также чувствуется как в перчатке, так и голыми руками. С верхней стороны, сразу под большим пальцем, располагается замок. Его легко нащупать, в перчатках несколько неудобно, но тем не менее скользящее движение по рукояти фиксирует замок. Сложить нож в таком положении становится невозможным. В этих ваших интернетах видел много жалоб на батон лок, потому что вся суть его работы заключается в том, что пластиковая штуковинка подпирает батон лок и не дает ему складываться. И при ударных нагрузках он должен раздробиться. Этот нож находится в активной эксплуатации уже много лет, и на данный момент никаких нареканий конкретно этого элемента нет. Прекрасно работает. Возможно, при нетипичных нагрузках он бы действительно разломился. Еще раз, конкретно у этой модели, у этого ножа при его эксплуатации проблем не обнаружено. В нижней части рукояти находятся прорези. По разным мнениям это может быть как облегчение веса ножа, а он довольно тяжеловасненький, так и для того, чтобы его продувать. Я склоняюсь ко второй точке зрения. Ввиду его предназначения, где он лазит во всяких непонятных местах и некогда его чистить, некогда его аккуратно складывать, внутри все механизмы засоряются, забиваются. И очень удобно, когда его можно продуть, промыть и всячески обработать. То есть это позволяет подобраться во внутрь рукояти и там навести порядок. С хвастовика рукояти располагается страборез. Страборез имеет грамотную форму, состоит из двух направленных друг на друга лезвий. Это все можно разобрать, это все можно почистить, привести в порядок, наточить при необходимости. С хвастовичка есть темлячное отверстие. Темлячное отверстие наше все. Сюда можно продеть как темляк, как резиночку, так и банально тренчик. Клипса. Клипса очень мягкая. Это сразу бросается в глаза, его легко доставать, легко класть обратно. Но карман ваших любимых штанов она съест по-любому. Честно говоря, я думаю, что у владельца такого ножа последняя мысль будет сохранять целостность кармана. Харизма ножа вытягивает. По форме клинка. Мой любимый дроп-поинт с фальш-лезвием и очень, очень замечательным упором под палец. Если нам надо делать какие-то тонкие работы по скаблению, по подрезанию, по выскабливанию каких-то отверстий, палец ложится замечательно. Вырезы цепляются за плоть ваших пальчиков, вырезы цепляются за перчатку. При этом они достаточно сглаженные. То есть при каких-то силовых работах палец намозолится не то чтобы прям быстро. По клинку очень доволен, очень приятная у него форма. Я люблю загоны на симметричность. Страборез меня не радует. Я не фанат страборезов. Хотя очень, очень сложно оспаривать их функционал. Главная фича страбореза в том, когда затупилось все лезвие, он еще продолжает резать. Он продолжает выгрызать материал на ножах. Такого типа, с таким предназначением, я считаю, это прям то. Что касается открывания-закрывания, доставания-складывания и ударных нагрузок. Вот то, что я говорил про использование на EDC. Клипса сидит достаточно низко. То есть это ни разу не нож скрытного ношения. Его будет видно. Причем видно его агрессивный профиль, видно его агрессивный стеклобой. И это бросается в глаза. Кстати, тоже вот первые следы износа, это стирается клипса. И то, что он стирается, это добавляет ему только агрессивности. Для городского EDC это прям плохой выбор. Это сделано специально для того, чтобы его можно было очень легко вытаскивать. Очень легко и быстро вытаскивать. Что для боевого ножа очень даже важно. Поэтому, с одной стороны, вы выигрываете в харизме. С другой стороны, вы проигрываете в скрытности. Тут уже нужно понимать, насколько вы сам по себе привлекательный для полиции человек. И насколько вам комфортно ходить с вот таким вот пыряльником. Вытаскивать и ставить обратно одно удовольствие. Как уже сказал, мягкая клипса позволяет это делать очень быстро. Флип. Как уже сказал, его нужно делать с некоторым усилием. Нужно заставлять нож выбрасываться. Или же по старинке выводить его пальцем. В принципе, он не сопротивляется. Он позволяет это делать. Но ни о каких доводчиках, ни о каких подшипниках и речи быть не может. Складывается тоже с некоторым усилием. Его нужно заставлять. Иногда доводить пальцем. Бонки при раскладывании упираются в алюминиевый фрейм. Им есть куда удариться и при этом не разрушается рукоять. С одной стороны здорово, класс, пошли батонить. С другой стороны начинаются нюансы. Батонлок не то чтобы прям любит ударные нагрузки. Из-за годы эксплуатации, всякой разной эксплуатации, у него появился легкий вертикальный люфт. Горизонтального люфта нет. В такой проекции он не шевелится. А вот в такой проекции вперед-назад шевелится. Это никак не сказалось на его работе. Это даже никак не сказалось на комфорте. Но сам факт такой имеется. По поводу лесных задач. Конкретно у меня нож в лесу выполняет следующие задачи. Это подготовка стружки, подготовка древесины, батонинг, добыча веток для укрытия и отрезание всяких веревочек и всякой ерунды. Отрезание всяких веревочек и всякой ерунды решено при помощи стробореза. Здесь достаточно все скучно. А что касается добывания стружки, вот это интересно попробовать. Итак, моя задача сейчас снять неправильную кору и добраться до вкусной древесины. Я сейчас упираюсь серрейтором и в основном он сгрызает. До лезвия не доходит. Ну, как-то серрейтор справляется. Попробую чисто лезвием работать. Можно. Очевидно, не так удобно, как той же морочкой, например. Но можно. Попробуем стружку. Стружка с серрейтором дожились. Серрейтор скоблящие штуки не любит. Ему очень не нравится такое делать. Стонет, но делает. Попробуем прямым клином. О, вполне. Вполне себя комфортно показывает. Очень бойко режет стружку. Высокие спуски. Микроподвод прекрасно. Стружка получается довольно тонкая, бойкая. Это мне нравится. Раз уж у нас это пыряльник, попробуем распырять эту палочку. Что касается ощущений на прокол. Я чувствую его. Я не могу сказать, что мне прям комфортно это делать. Будь это цельно-резиновая. А вот, я думаю, по ладошке видно. Будь это цельно-резиновая какая-нибудь бочкообразная рукоятка, это было бы куда интереснее и куда приятнее. Но в данном форм-факторе, при учете, что это складень, я думаю, что по безопасности вопросов нет. У меня рука никоим образом не слезет, у меня скорее пальцы сомнутся друг на друга. Чтобы соскочило, я даже не знаю, что должно произойти. С точки зрения безопасности вообще вопросов нет. Но с точки зрения наминаний, ну, я ее чувствую. Я ее чувствую. Сейчас меня интересуют, какие ощущения от прокола. То, что он колет, это как бы да, понятно. То, что можно при желании сломать кончик, это да, понятно. Меня интересует, как ведет себя ладонь на рукояти. При колющих движениях, когда положение снизу, и при колющих движениях, когда положение сверху. Ну, условно говоря, штатное положение. Неприятно, неприятно. По безопасности вопросов нет. Рука не соскальзывает. Больно. Я чувствую удар. Он чувствуется, им легко управлять, но это не нож для голой руки. Качество. Сама фирма Black Hawk родом из Штатов. Но сборка ножей происходит в Тайване. Сталюка на клинке AUS-8. На мой взгляд, это прекрасный выбор для стали. Да, это не премиальная сталь, но как для аудора она прекрасно подходит. Она хорошо держит влагу, она хорошо правится. Это хороший выбор. По фитингам, гаечкам, болтикам, кнопочкам, клипсикам, все собрано хорошо. Нет такого, что щелкает то, что не должно щелкать, и не щелкает то, что должно. За все это время единственный момент, который образовался, это горизонтальный люфт. И он образовался после ударных нагрузок, что строжайше запрещено делать складнями. И удивительно, что он вообще после этого выжил. Многие после этого не выживают. Я считаю, это хороший выбор с точки зрения качества для своей деньги. И он их способен отработать при условии хард-юза в рамке складней. Хочу резюмировать. Хочу резюмировать. Я считаю, что для нашего лесного брата, для человека, который ходит в походы, занимается всякими приключенческими штуками, он скорее нет, чем да. Ну нет у нас таких задач. А те задачи, которые у нас есть, он не будет вывозить. Просто потому, что не умеет. Для ADC-шников, для ребят, которые хотят таскать его в городе, ходить с ним в офисе, ездить с ним в такси, тоже нет. Он привлекает к себе много внимания. Он угловатый, он съедает штаны, он бросается в глаза, за него все цепляется. И, ну нет. Есть более компактные модели с таким же характером. Что касается военных, ребят, выбор неплохой. Выбор неплохой. Опять-таки, смотря какие у вас задачи, смотря какой вы военный. Если вам только пырять, 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 он не будет только пырять, пырять. Он полуутилитарник. Вот такое вот мое мнение. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ходите в походы, ходите в приключенческие походы. Любите снаряжение, пользуйтесь хорошим снаряжением. И я не придумал концовку. Спасибо за просмотр.